здравствуйте друзья вы на канале серебромания я еще раз вас всех приветствую сегодня на канале у нас будет странный лот обычно лот я вам показывают на которых я что-то заработал или выиграл этот лот скорее всего что я не выиграл но давайте смотреть неизвестно что в этом лоте будет то есть здесь вообще с 1940 по 1960 вроде бы год итальянские монеты алюминиевые их тут много они вроде бы ничего но к сожалению монеты пришли из-за рубежа пришлось заплатить ндс за который я забыл и плюс еще счет шел у нас в фунтах и в общем и целом если так я все невнимательно посчитал а еще ввязался один новичок который поднял цену если бы цена была немножко меньше я бы с этого заработал а так скорее всего что лот будет невыгодный но давайте посмотрим вполне возможно что может быть он такие выгодны и может быть я ошибаюсь потому что тут я видел тоже редкие монеты то есть это все алюминиевые монеты тут их тысячи 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 алюминиевых монет примерно примерно вместе с растаможкой со всеми затратами и почтой вышло 100 фунтов вот это ведро с монетами да то есть тут примерно но насколько я знаю тут что-то редко я видел не знаю много ли редких монет или нет но мы можем начать их потихоньку сортировать и я вам уже покажу итоги результаты хотя можете так посмотреть давайте просто найдем красивые монеты разного вида и покажем отдельно ну чаще всего я так понимаю будет одна лира будет 1955 там 54 год вот такие весы красивая монетка вот таких монет тут много я думаю 500 600 может даже больше таких вот это одна лира давайте сначала разновиды разложим да а потом уже я пересчитаю посмотрю что здесь есть интересного ценного а что неинтересное и не ценное в общем 1 лира вот такая вот монетка то что радует что их тут тысячи да вот теперь две лиры смотрите какие красивые тут у нас 1954 года я не буду затягивать это будет не долгий обзор я просто по-быстрому вам сейчас покажу номинал разный от монет который я найду и дальше уже будем искать что-то редкое либо ценно на витрине на видных местах было было очень интересно именно несколько монет редких из-за них в принципе я ввязался в это все может быть и не надо было называть но связываться но как есть такие смотрите 1 лира 1949 года достаточно погрызанная но я думаю что тут еще такие будут в общем я сейчас вам разновиды покажу отсортирую и мы уже посмотрим насколько это все мне невыгодно либо я хотя бы рад буду выйти в ноль не говоришь говорю случайно так получилось иногда бывает и у меня ошибка я в ажиотаже не посмотрю что фунт и не посмотрю что будут ехать из-за рубежа и соответственно это съела всю мою прибыль которую я планировал получить на этом лоте давайте вот такие 5 лир посмотрим сейчас еще две лиры видел где-то так 5 лир виноградинка 1950 год в общем это чисто итальянский лот здесь все итальянское это дилер такой оптовый но иногда выкладывает аукционы с какими-то однотипные монеты в принципе потом в розницу можно продавать понятно что если я займусь розницей возможно я даже что-нибудь заработаю да но это такое знаете как наверняка сказать нельзя так лиры вижу вот вот эти ли относительно редкие монеты 2 лиры да да вот эти две лиры 1950 год но состояние не очень но сейчас поищем посмотрим тут много чего тут еще можно покопаться вот сейчас еще 10 лир вам покажу и в принципе все разновиды вот и все разновиды тут не так уж их и много вот еще 10 лир с пегасом красивая монетка иногда мне такие попадаются сейчас я сделаю перерыв быстренько все рассортирую и вам сразу же покажу что у нас получилось насколько это все интересно и серьезно по годам не буду смотреть или посмотрю даже не знаю тут редкие года есть надо их тоже будет отложить ну наверняка есть потому что монет много тут разные есть и даже эти 1 лировые да если если какой-то год пореже то они подороже то есть вот допустим это 56 год а вот 54 пореже чуть дороже стоит ну там в разница в цене не очень большая на самом деле поэтому тут в основном будет интерес если получится найти каких-то редких монет вот как 2 лиры только что я вам показывал это это редкая ну вот это одна лира тоже может быть редкой в общем я сейчас отсортирую и вам покажу уже результаты я разобрал все что у нас есть монеты и теперь будем смотреть значит вот это по одной лире 1954 там до 60 года вроде бы вот это по одной лире вот это куча у нас большая по 2 лиры кстати среди тех и этих есть редкий вообще среди всех итальянских есть редкие с небольшим тиражом и конечно мы это все сейчас будем проверять теперь 5 лировики вот такие красивые у нас есть это 5 лир итальянские алюминиевые тоже такие очень даже ничего симпатичные 10 лир вот с оливковой ветви вот такие вот две монетки тут тоже несколько монет очень даже симпатичных вот две монетки у нас лежат красивые двух сторон сразу просто крупно вам покажу чтоб вы их видели вот это судя по всему реже всего встречается это 2 лировики сейчас мы будем переворачивать как как лотерейные билеты и еще по одной лире тут тоже могут быть редкие монетки эти монетки по 1 лире тоже могут быть редкие там и года редкие бывают и тогда они стоят гораздо дороже значит вот то что вы сейчас видите это монетки у нас две лиры с 1946 по 1950 год и что я вам могу сказать 1947 год монетки просто в состоянии файн если попадется это 300 евро 300 евро состояние файн там вообще очень мало тираж вообще что-то около 10 12 тысяч за ней идет по стоимости 1946 год это 123 тысячи тираж и 60 евро монетка ну и третья следующая заключительная из более менее ценных это у нас 49 год там уже миллион 350 тысяч монет и в состоянии very fine стартует цена 10 евро цены вам рассказал ну и теперь и и тиражи давайте теперь начнем потихоньку смотреть наши лотерейные билетики значит и так 1950 год нередко они даже не редкий тоже 23 евро стоит за монетку не не такие часто может даже больше так смотрим 1948 год нередко 1950 год нередко ходовой год простой вау у нас джекпот и первая крутая монетка 1949 год состояние very fine стартует от 10 евро за монетку ну так приятно хорошо 49 лучше бы конечно подороже год выпал но уже ничего и эту монетку мы конечно сразу отложим ее отдельно и дорого так ну что будем рассчитывать еще что у нас тут 1948 год нередкий еще попытка еще 1948 год нередкий ну и заключительная попытка сейчас посмотрим что тут у нас а тут у нас 1948 год ну что сказать одна монетка у нас попалась редкая 1949 года состоянии very fine стартует от 10 евро ну значит эта монетка примерно но уже каких-то денег нам отбила с этого лота потому что судя по всему у нас возможно будет проигрышный лот но мы давайте будем смотреть и не расстраиваться возможно что-то редко или редкие тиражи какие-то монетки попадутся потому что монет у нас много если все перебрать и пересмотреть я естественно все при вас перебирать просмотреть не буду но монет которых немного мы можем так также поиграть поискать редкие года но этим сейчас наверное и займемся значит 2 лиры с 1946 года по 1950 год мы просмотрели и давайте перейдем к следующим монетам покажу вам дальше значит у нас следующая 5 лир 5 лир будем сейчас просматривать алюминиевые итальянские с 1946 по 1950 год и как вы видите 1946 и 1947 год очень редкие и шансы найти их около нуля но 48 49 и 50 и 48 год уже хоть какие-то там деньги что-то можно как бы отбить поэтому соответственно давайте искать но вдруг 46 или 47 год попадется тогда джекпот и мы тогда отбили весь лот в общем давайте стартовать а там поглядим запоминаем самые выгодные 46 47 год а 48 год ну просто чуть лучше других я вам сразу скажу вот тут внизу я уже выложил так лицом вверх годом вверх 49 50 50 50 49 50 неинтересно ну давайте подымать и смотреть 1950 1950 1950 1950 49 ну вот расчет хотя бы 48 несколько штучек найти хоть что-то редкое 50 50 50 хорошее состояние вроде бы 50 ну вот уже у нас 48 год одна монетка есть можно отложить она чуть реже встречается но в общем давайте отложим вот хорошее состояние монеты это у нас какой год 49 невыгодный 50 как я вижу невыгодный смотрим дальше 50 смотрим дальше 50 еще 50 49 ну такие 48 реже реже всех попадается на эти 46 47 вообще не попадает а хотелось бы очень бы хотелось бы 49 50 еще одна монетка 48 год она чуть реже встречается вот уже 2 48 года пока отложим 50 49 еще 48 ну значит 48 тоже не сильно ценно ну давайте уже до конца просмотрим надеюсь что что еще хоть в хорошем состоянии 50 что-то попадется 50 49 50 ну в общем они такие вот вот 48 еще одна но видимо 48 тоже не сильно редки потому что у нас на такой куче уже 4 монеты 48 года так 50 год так 50 год еще 50 ну три монетки осталось шансы все меньше и меньше 49 хорошее состояние непонятный год ага 50 ну и последняя монетка 50 супер ценных не нашли но нашли 4 монетки 48 года они реже встречаются и соответственно их можно чуть дороже продать а можно еще раз повторю если есть желающие я готов такие наборы кучами насыпать и продать наборами если надо недорого если есть оптовики обращайтесь в россию это можно спокойно без проблем отправить так такого плана монеты они недорогие не сильно ценные соответственно соответственно не нет я решил что на камеру это долго часа наверное полтора два многие не захотят так долго смотреть поэтому я решил все перебрать и вам по итогу сливки выложить самое интересное ну самое интересное вот эти монетки как я вам уже говорил двухлировые они не часты но вот это одна монетка 49 года около 10 евро стоит но вот это одна монетка эти по 3 евро примерно теперь дальше едем из того что еще у нас есть попалась 8 вот таких вот двухлировых 56 года в каталоге они пару евро но я видел проходы и по 5 евро даже на ебэй ниже у нас 10 штучек попалась 1956 года тоже одна лира то есть одна лира и две лиры 1956 года оказались самые не частые и стоят относительно недешево то есть вот эти монетки тоже можно отнести к ценным но и более-менее такими которые можно будет продать вот такие 1 лиры веке они в принципе пару евро стоят за штуку они не частые ну то же самое можно сказать с пегасами вот эти 5 лиры веке ну тоже так себе то есть продаются по пару евро за монетку но недорого то есть по итогу можно сказать что я весь этот набор взял и в лучшем случае верну свои деньги какой-то прибыли или какого-то приза прям дорогого или ценного мне с него не светит и в лучшем случае окупаемость этого лота но зато надеюсь вам понравился обзор вы посмотрели лот посмотрели много итальянских монет и теперь сами как бы можете понять что не всегда можно выиграть что-то финансово опять же сюда можно добавить и другой момент вы сможете посмотреть и и из тысячи монет скорее всего что наверное они уже перебраны но кое-что более-менее такое по годам интересно осталось выбрать много чего ценного не получится и поэтому так как я делать в ажиотаже ставки и не очень внимательно покупать на ebay это может привести либо к потерям либо временным потерям теперь чтобы все это продать на это нужно тоже время поэтому соответственно можно сказать что лот не принес какой-то прибыли но зато принес удовольствие я порылся покапался 2 часа с удовольствием рассматривал монеты и мне это принесло другое удовольствие как нумизма то я себе отложил несколько монет которые мне очень понравились в общем в целом Можно сказать, что прибыль это мое видео, которое я сейчас на канал выложил И монеты, которые я себе отложу Остальное, конечно, продам по-быстрому и будем двигаться дальше Надеюсь, обзор вам понравился Это был обзор от канала Серебромания Ставьте лайки, оставляйте сообщения И обязательно подписывайтесь на канал Серебромания Потому что у нас частые обзоры разных монет Причем переборы гор монет Еще есть отложено много монет У меня видео уже записано, но не выложено Это я перебирал и экзотические монеты, и разные лоты с ebay Все это будет у нас на канале По времени, как я буду успевать, я буду монтировать и выкладывать Еще раз повторю, попрошу от вас лайк Ну и подписку Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Сообщения и комментарии приветствуются Может быть вы знаете И какие-то монеты я упустил Среди них могут быть очень дорогие Разновиды, к примеру Или еще есть какая-то полезная информация То есть комментируйте, я буду рад ответить Если есть вопросы И не забывайте время от времени Заходить на наш канал Серебромания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!